Смартфон Zoppo ZP980 Данная модель уже успела наделать немало шума, как в Поднебесной, так и за его пределами. В основе представленного устройства лежит 4-ядерная платформа NTRK6589 с тактовой частотой процессора 1,2 ГГц. Она включает 3D-ускоритель, что гарантирует корректную работу современных приложений. Залогом высокой производительности является 1 ГБ оперативной памяти, которым инженеры оснастили на свое детище. Накопительные характеристики Zoppo C2 представлены 4 ГБ встроенной памяти. Пожалуй, единственное отличие от старшего брата Zoppo ZP980. Но эта разница не так существенна, потому что наш герой имеет слот для карт памяти с поддержкой максимум 64 ГБ. Задняя крышка смартфона похожа на крышку собрата и имеет отличительное родимое пятно в виде логотипа фирмы. В целом аппарат имеет уникальный дизайн, в руке лежит как литой, надежно, усидчиво, приятно. Работа одной рукой неутопс не вызывает, несмотря на его размеры, которые, кстати, составляют 143 на 70 и на 9 мм. Вес 154 грамма. Помимо логотипа видим глазок камеры, вспышку и динамик. На передней панели глазеем на глазок передней камеры и два датчика движения и света. Под экраном сенсорные кнопки «Меню», «Домой», «Назад». Они при использовании подсвечиваются и имеют еле заметное приятное свечение, что удобно как днем. Бесполезный свет кнопок не тратит энергию смартфона. Что ночью. Яркая подсветка кнопок не режет глаза. Боковая грань – стилизированный пластик, качественно покрашенный под металл, который идеально подходит этому аппарату подсвете и форме. Сипотяжка. По традиции снизу расположился отсек для подключения зарядки и микрофон. Сверху несут энергию смартфона. Правая грань – слегка утопленная кнопка разблокировки. До нее всегда удобно затянутся пальцем. Слева – качелька громкости. Как обещают разработчики операционной системы Android, последняя версия этой платформы оптимизирована в плане энергопотребления. Также новые процессоры MediaTek божатся кушать меньше в сравнении с предыдущими моделями. Под крышкой расположился емкий аккумулятор в 2000 мАч. Как и другие китайские девайсы, имеют два сим-слота, один из них – микросим. В свою очередь, в этом девайсе есть возможность получить доступ к современным сетям 3G. Устройство имеет большой 5-дюймовый сенсорный емкостный LTP-S дисплей. Вот что только что сказал? ЛТП-с дисплея что? Нужно на нормальном языке объяснить. Что технология LTP-с дает возможность переносить управляющие контуры дисплея непосредственно на структуру отображающих элементов. Например, микросхемы памяти, хранящие текущее изображение на экране, можно заменить на запоминающее устройство, расположенное непосредственно за массивом пикселей, что позволит значительную уменьшить конкретно потребление в режиме с постоянным изображением на экране. Ааа, понятно. По качеству он сравним с Super AMOLED, но по контрастности немного выигрывает на солнце. Хотя невооруженным глазом эту разницу не видно. Экран имеет Full HD разрешение 1920 на 1080 пикселей. Плотность 440 ppi. Айфон, пока! Данный телефон, как это стало модно в последнее время, имеет очень тонкие рамки. Около 2,5 мм. Хотя это на любителя. Работу аппарата обеспечивает операционная система Android 4.2 с фирменным интерфейсом. Все Google приложения идут с коробки. Интерфейс работает шустро. Естественно, есть русский язык. Воспроизведение видеороликов для ЗОПа С2 не проблема. Звук достойный, что внешний динамик, что через наушники вы не услышите каких-то посторонних звуков или хрип... Виновен в идеальном качестве звучания интегрированный звуковой чип Yamaha. Углы обзора невероятны. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто-то может не верить в Деда Мороза, считая это глупым фарсом. А кто-то может не верить в то, что основная камера на смартфоне ЗОПа С2 установлена 13-мегапиксельная с кучей всяких наворотов. Автофокусом, интеллектуальным распознаванием лиц, вспышкой. Фронтальная для видеозвонков аж 5-мегапикселей. Камера снимает быстро, задержек в интерфейсе нет. По данным Antutu теста мы обогнали седьмой Nexus с показателем 11 тысяч пунктов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ На выходе мы имеем отличный аппарат с очень взвешенными характеристиками и приятной ценой. Уникальный дизайн, неплохая начинка и новая версия прошивки. Отличная комплектация и качественный экран дополняет картину. У кого-то вызовет сомнение аккумулятор, но перешая ваш вопрос мы сделали скриншот использования аккумулятора. Пока он был у нас, как вы видите, ничего страшного. С вами был Дуэт Параледов. Сьютуемся! Субтитры создавал DimaTorzok